Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо в студии Герман Токарев. Сегодня в программе. Перспектива Парка Победы. Архитектурная композиция шахматы должна была украсить фасад МКЦ в сентябре, но этого не произошло. Комментарий заведующего отделом транспорта мэрии по поводу переправы в хутор Задонья. Всероссийская научная конференция «Крым в воинах России» прошла в селе Каганье. С 29 сентября прекращена переправа в хутор Задонья. Чтобы попасть в город, задонцы вынуждены были часами ожидать попутных лодок. Сотрудники администрации сообщали, что проблему решают. Решали долго. Жители хутора неоднократно обращались с просьбой к начальнику сектора транспорта Сергею Скрябину разобраться и помочь в сложившейся ситуации. Но чиновник не был готов к ответу. Прошел почти месяц, и Сергей Владимирович готов ответить на единственный вопрос. Куда пропал катер? Пароход никуда не делся. Катер ПС-353, он сегодня возобновляет свою работу. Остановка была связана с тем, что было обследование пассажирского понтона, несамоходного судна П-20 дробь 8 на предмет соответствия безопасности. Так как администрации города уделяется повышенное внимание безопасности граждан на транспорт. Оно упадет и будет осуществлять перевозки вплоть до окончания по расписанию, которое утверждено, вплоть до окончания навигации. Авария с участием автомобиля полиции произошла в самом центре Азова. На улице Московской водитель автомобиля ВАЗ-2106 заснул за рулем, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль вне ведомственной охраны, после чего столкнулся с автомобилем ВАЗ-2104. В результате аварии никто не пострадал. В течение часа водитель автомобиля был задержан. Как установили полицейские, за рулем транспортного средства был сотрудник межрайонного отдела МВД России Азовский. В настоящее время в результате служебной проверки он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Парк Победы рядом с подвесным мостом был открыт в этом году по инициативе главы администрации города Игоря Щипелева. Какова его дальнейшая судьба, узнала Татьяна Ивашенко. Нынешней весной рядом с подвесным мостом по инициативе городской администрации был разбит парк, которому дали громкое имя Победы. Высажено более двухсот деревьев и кустарников. Из красиво цветущих спиреи японскую, форзицию паниклую, можжевельники всякие, много садили хвойников. Периодически в нашу редакцию звонят азовчане, обеспокоенные тем, что из-за близости грунтовых вод растения могут в скорости погибнуть. За консультацией мы обратились к биологу Анатолию Лисицыну. По тем условиям, которые я видел, как произрастает в других лесных хозяйствах данная порода деревьев, то есть они растут в условиях не лучших, может быть даже. То есть я видел, как сосна растет в понижениях, в том же самом лесничестве, нижнекундрическом. Там очень много понижений, заполненных водой, прекрасно себя чувствуют огромные участки леса. То есть это не проблема. Эти растения, эти породы деревьев, которые будут использоваться, они достаточно пластичны. Поскольку в дельте реки почвенный слой формируется из отложений песка и является прекрасным дренажом, а также дополнительно дренажирует почву ручей, Анатолий Лисицын уверен, что большинство зеленых питомцев приживутся и будут радовать азовчан. Однако его оптимизм не позволяют разделить многочисленные факты воровства и варварское отношение к растениям. Особенно страдает центральная аллея, на которой уже несколько раз приходилось высаживать клёны на месте поломанных. Крадут же в основном хвойники. Осенняя посадка производилась уже более рационально. Был взят в основном крупномерный посадочный материал, в том числе высокий уже сосна крымская была высажена, несколько групп и липа. Архитектурным проектом в парке предусмотрено несколько узких и широких дорожек, четыре больших площадки. На центральной планируется создание клумбы в виде стилизованного Ордена Отечественной войны. Но, по словам озеленителей, опасаясь воровства, они пока не решились высадить разноцветную импортную питунью. Кроме беспокойства о приживаемости деревьев, жители сомневаются, стоило ли давать дорогое для всех имя Победы парку, в котором, по всей видимости, будут отдыхать и расслабленные, полураздетые, идущие на пляж и обратно люди. Может быть, администрации стоило посоветоваться с азовчанами, прежде чем давать имя новому парку. Татьяна Иваченко, Александр Истомин, Игорь Скуднов, Азов.Инфо. Необычная архитектурная композиция в виде шахматной доски должна была украсить фасад городского кинотеатра в начале осени. Об этом еще в июне сообщил главный архитектор Сергей Гордов. По неизвестным причинам этого до сих пор не произошло. В ситуации попытались разобраться наши корреспонденты. «Есть такая идея установить в городе уличные шахматы. Это, собственно говоря, инициатива от предпринимателей и хорошая такая идея. Вот там, да, мы заблаговременно продумали вопрос освещения, камеры наблюдения за этой площадкой, лавочки для отдыха. Ну и, собственно, не секрет, это место мы рассматриваем между газонами перед кинотеатром «Октябрь». Кафе «Рис» и «Сбербанк». В этом году это будет буквально вот в летом мы это должны сделать. Вот и осень подходит к концу, а воплощения обещанного проекта как не было, так и нет. Мы поинтересовались у Зовчан, в курсе ли они о строительстве шахматной доски с фигурами почти в человеческий рост, которая будет установлена напротив кинотеатра. Оказалось, почти все опрашиваемые впервые слышат о данном проекте. «А кто это хочет сделать? Администрация? Да. Ну, может, и сделают. Азову нужно, такие места нужны. Ну, больше бы активных площадок, вот, не только в шахматы играть, больше двигаться, бегать, прыгать, вот таких вот. Боулинг было бы неплохо сделать в Азове. Как бы желающих много. Ну, это здорово бы было, интересно очень. Но это летом будет же. Или вообще, в принципе, все равно это здорово. Это математика, это мозг». Также мы поинтересовались, сколько времени, по мнению Зовчан, потребуется на реализацию шахматного проекта. «Ну, я же не знаю, какие масштабы, какие средства на это выделены. То есть все зависит от средств, наверное, и времени. Ну, я думаю, где-то недолго». «А по вашему мнению, сколько понадобится времени на воплощение этого проекта, такой задумки?» «Сколько придется ждать Азовчанам?» «Может, год. Ну, поскольку у нас долго строят, то, скорее всего, год». «Вот на воплощение этого проекта, по вашему мнению, сколько может понадобиться времени?» «Ну, может, месяц, может, чуть меньше, наверное. Смотря как заготовлено будет». «Ну, я думаю, что там задача главная – это построить сами эти шахматы и как бы поставить их, ну, то есть начертить границы. То есть я не думаю, что это очень долго. Самое долгое время – это на изготовление». «Ну, примерно на скидочку сколько времени понадобится все в общем?» «Ну, полгода. Это уже максимум». «Мнения людей разделились. Кто-то скептически относится к реализации шахматного проекта, кто-то считает, что нужно пару месяцев. А большинство из запрашиваемых на воплощение задуманного отвели не больше года. В отделе архитектуры нам также не сообщили точное время строительства. Все зависит от заказчика. Но обещали, как только станет известна дата установки шахматной доски, нам сообщат». В Южном Центре Российской Академии Наук прошла конференция «Крым в войнах России». Репортаж об этом событии продолжит тему. «На базе Южного научного центра РАН в селе Когольник состоялась Всероссийская конференция под названием «Крым в войнах России», которая является первым этапом научного проекта «Крым в культурном пространстве Юга России». «Принципиально важно посмотреть, как на протяжении многотысячелетней истории Юга, европейской части, шла борьба за Крым. Эта борьба была постоянной и нет необходимости снижать напряжение на этом участке». Основываясь на археологических, лингвистических, исторических исследованиях, ученые стремятся понять, как формировалось пространство Юга России, как уживались, не теряя свою самобытность, различные этнические группы. Например, в языке нагайцев до сих пор живы некоторые давние стереотипы. «Вещей даже есть ругательство Донской, вот если парень какой-то такой слишком лихой и такой несколько даже разбалмошный, его называют «ух ты, Донской». То есть связи были достаточно серьезные и активные». Геополитическое положение Крымского полуострова стало причиной практически постоянной борьбы за него. «В результате нескольких войн русско-турецких заканчивается присоединением Крыма к России по манифесту императрицы. Кстати, с этим присоединением тогда согласились все мировые державы. Этот манифест подписали и Австро-Венгрия, и Пруссия, и Британия. А то, что мы наблюдаем сегодня, есть такое продолжение древних традиций. Сегодня Крым находится на острие геополитических проблем в Средиземноморье даже, не столько в Черноморском регионе, сколько в Средиземноморском регионе. И как любое государство, заботящееся о целостности и независимости своих границ, Россия озабочена этим же и эту политику осуществляет. Упрекать ее в этом не имеет смысла». Научный сотрудник ЮНЦ Владимир Афанасенко попытался ответить на вопрос, как в 1941 году крепость Крым превратилась в крепость Севастополь. Дело в том, что по плану Крымский полуостров должен был стать неприступной крепостью. «Так вот, для того, чтобы крепость Крым стала крепостью, по мере продвижения немецких войск на суше, пока по правобережной Украине, директивой Сталки Верховного Главного Командования в начале августа 1941 года была сформирована 51-я отдельная армия на правах фронта, то есть прямым подчинением Сталки Главного Командования». Однако уже во второй половине сентября враг прорвал позиции на Перекопском перешейке. Ставка, несмотря на катастрофическое положение на западном направлении, решилась на отчаянный шаг. Оборонявшую Одессу Приморскую армию эвакуировала в район Севастополя и Перекопского перешейка. Однако неопытность, а иногда и бездарность командования армии оставили ее практически без управления. При этом мужество защитников было невероятным. «Из тех 50 тысяч, которые вступили в бой на Ишунских позициях, ни один к немцам не перешел и ни один не сдался в плен. Вот про это мы много говорим о победах, тем более год 70-летия победы, но о тех, кто создал фундамент этой победы, как правило, ценой своей жизни, героев 41-43 года, нужно все-таки вспоминать чаще. У победы много авторов». Заметная роль в формировании культурного пространства Юга России принадлежит Донскому казачеству. «Донские казаки, ну понятно, Донских казаков на тот период было несколько порядков больше, там боеспособных было на тот период порядка 80 тысяч, вот и то, что донские казаки выставили и прикрыли собой все побережье, более того, они участвовали в боях непосредственно в Крыму и они участвовали в боях на Кавказском фронте». Согласно проекту, в будущем году планируется издание сборника документов «Донские казаки в Крымской войне». Татьяна Ивашенко, Александр Истомин, Азов-Инфо. В центральной районной больнице назначен новый главврач. Этот пост занял Александр Карпов, который прежде работал в Пешковской психиатрической больнице, а также в Ростовской областной. Трудовой контракт с Галиной Якунь, которая занимала должность главврача ЦРБ прежде, не продлен. Новая находка азовских археологов на раскопе по улице Кандаурова. Научные сотрудники обнаружили детскую игрушку – свистульку. Подробности в следующем репортаже. Раскопки в Азове не перестают удивлять археологов музея-заповедника, о чем свидетельствуют очередные находки на раскопе по улице Кандаурова, 10А, где впервые за многолетний период работы археологов была обнаружена керамическая игрушка-свистулька XIV века. Такие игрушки известны в Древней Руси. Казалось бы, в Азове, где проживало много русских, мы должны были бы найти такую игрушку, но среди миллионов находок до сих пор нам их не попадалось. Хотя керамические игрушки других форм нам встречались. Пока вещь не очищена, непонятно, где она была произведена, возможно, что она просто привозная, и именно этим объясняется ее единичность. При дальнейшем исследовании стало понятно, что найденные раритеты, помимо игрушки-свистульки, это испанский люстр, штампованная керамика с росписью глазурями и орнаментированная костяная накладка на седло, принадлежали зажиточной семье. Последняя находка указывает на то, что владелец богатой усадьбы по роду своей деятельности был связан с путешествиями. Валентин Сираж, Людмила Улихина, Азов.Инфо. И это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. Спонсор прогноза – сеть магазинов «Дешевая аптека». Мы заботимся о вашем здоровье. Продолжит эфир на пятом телеканале программа «Среда» с Алексеем Скляровым. Тема разговора – расторжение договора с сити-менеджером Игорем Щипелевым. До свидания. Медиахолдингу «Пульс» 25 лет. Историю страны в миниатюре хранят эти стены. Сегодня в нашей программе Началось все задолго до этого в Азове. Давайте об этом не забывать. Смотрите нас каждый четверг в 18.30. Нам есть что сказать. Сеть дешевых аптек предлагает традиционно качественные препараты по низким ценам. У нас вы всегда сможете приобрести лекарственные препараты, товары для здоровья и красоты, гомеопатические средства. Все для детей и беременных. Мы заботимся о вашем здоровье. Азов, Привокзальная, 23. Телефон 46-0-46. Московская, 76. Телефон 4-24-73. 22 октября пасмурно. Температура днем 9-11 градусов тепла. Температура ночью плюс 4-6. Ветер восточный 5 метров в секунду. Влажность воздуха 85%. Уровень воды в реке Дон на 34 сантиметра ниже отметки 0. Температура воды в реке плюс 7 градусов. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Гомофон в норме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин